Более миллиона человек. Пассажиропоток на водном транспорте в Западной Сибири за прошлый год. Это рекордный показатель за последние несколько лет. Речь идет о междугороднем сообщении на речных путях обского бассейна. Пригородные маршруты прибыли не приносят, а пароходство в крупных городах несет убытки и распродает имущество. Почему? Ответ в материале моих коллег. Дачники и велосипедисты. Основные пассажиры маршрута Новосибирск-Седого заимка. Для одних это приятная прогулка по льготной цене, для других удобный способ выбраться за город со своим велосипедом. Сегодня велопробег, 58 километров. На теплоходе нас забрасывают в лес, собственно говоря, а потом мы возвращаемся в город. Но такие пассажиры кассу пароходству не делают. Трамвайчик ходит всего три дня в неделю. В дачный поселок большинство людей добираются по суше. Частные компании готовы хоть сейчас запустить около десятка прогулочных рейсов. Но для теплоходов нужны пирсы. И коммерсанты намерены развивать междугороднее сообщение. Мы будем работать над тем, чтобы расширять парк наших судов. Потому что требуются, скорее всего, потребуются и скоростные суда, которые имеют большую скорость, не прогулочную, которые именно будут направлены на эти перевозки. Там сумма, естественно, исчисляется десятками миллионов. Для дачников работает единственное речное сообщение в Томске. Билет стоит 40 рублей. В полтора раза дешевле, чем на автобусе. Но и это привлекает немногих. В основном тех, чьи дачи на берегу. Заполняется водный транспорт лишь на треть. С учетом того, что дороги понастроились, хорошие понастроились, отпала, так сказать, нужда в нашем флоте. До этого было, да. Даже вот нижний склад взять, был пассажиропоток большой, востребованность большая теплохода. В 6 утра начинали работать, в 12 заканчивали. Ну, построили дорогу прекрасную. Все. Туда мы теперь даже не ходим. На развитие сухопутной инфраструктуры сетуют и в Омске. Быстроходный пассажирский флот исчез. Осталось только 4 речных трамвайчика. Два заняты на прогулках в черте города. Один возит дачников 3 раза в неделю. Около 10 тысяч пассажиров за сезон. Еще один в Тобольске работает на туристическом маршруте. А вот в Омске такой потребности нет. Да и пассажирские перевозки по воде нужны там, где по суше до населенного пункта не добраться. Мы начали все-таки здесь строить дороги, затем все много пересадили на автобусы, поэтому линии, как таковые линии, они исчезли. Сегодня возродить эти линии практически невозможно. А в тех регионах, где все-таки северных регионов, потребность в судах отечественного флота достаточно, поэтому они работают там. Впрочем, интерес у владельцев судов к перевозкам есть. Не хватает терпения, считают эксперты. Вывод о рентабельности зачастую делают после месяца работы на каком-либо направлении. А за такое время пассажиры попросту не успевают привыкнуть к новому маршруту. Дмитрий Куканас, Никита Лобиков, Павел Теунов и Анатолий Серов. Новости здесь, Омск.